Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Мечи и Души Neverseen. Так, давайте-ка забежим сюда. 132 голды, спасибо тебе большое, дедуля. Так, давайте-ка мы скормим этому грибу весь клевер. Так, отлично, денег немножечко у нас есть. Так, на рынке что у нас? Все куплено. Так, ладушки, хорошо. Так, 164 голды у нас в данный момент, давайте зайдем в обучение и посмотрим кое-что. Да, ребята, я прокачал себе защиту до золота, так же, как и ближний бой. Теперь попробуем улучшить. А, 790 голды, неплохо, я вам скажу. Ну что, друзья, тогда нам остается идти на карту мира и... Да, у нас с вами вот такой вот уровень. Месть Ордена. Ну что ж, давайте попробуем, получится у нас здесь или нет, неизвестно. Священник Ордена. Стой, деревенщина! А вы? Думаете, вы можете тут шататься и нападать на Орден? Братья, покажем-ка этому червяку, как себя вести на священной земле. Оу! Неплохо, я тебе скажу, я... Опа! Блин, он по мне попал, ребята. Черт, да что такое? Я не... Обратно в него стрелу, ребята, отразил. Неплохо. Так, ага, увернулись. Нормуль. Черт, подери. Окей. Ну, подкрепляться, я пока думаю, не стоит нам подкрепляться, да, или стоит. Контратака. На, получи в лобешник. Так, одного ушатали мы с вами. И... А, этого нет пока еще. Слушай, давай-ка мы его стрелами зарядим. Так, ребята, сделаем откатики себе. Опа-на! Жрец Ордена, ребята, здесь у нас. Так, посмотрим. Да, ребята, это у меня... Новый скилл. Называется защита. Только если бы я не тупил, конечно бы, было бы все, наверное, намного лучше. Ну что же. Так. Ахламоны, следующие. Давайте вот так вот сделаем с вами. Мимо. Так, хорошо, он мне прописал, ребята. Накажем мы сейчас этого волха или нет? По идее, должны. Да, ребята, снесли. Накоси! Давай-ка мы вот так вот, ребята, суперударом его еще, наверное, нахлобучим. Как вы думаете? Вау! Мы с вами воруем потихонечку деньги. Я смотрю у него. Контратака. На, минус. Так, и давайте жреца Ордена накажем. Оглушили. Все, ребята, ему кранты. Мы его сейчас победим. Да, отлично. Ну что же, не зря мы с вами прокачивали защиту, атаку. Как видите, результат налицо. Вау, денег уже начинают давать много. Золотых, причем не серебряных каких-то там и медочков. Так, и у нас, ребята, лесные рейнджеры. Миссия. Так. Пенечки, елки-палки. Здорово, родной. Я тебя давно не видел. Прям заскучал, можно так сказать. На тебе в ответку. Минус. Так, тут четыре волны. Первую прошли. Так, лучник, ребята. Давайте мы, наверное, его немножечко расстреляем. Отлично. Контратака. Не тут-то было, родной мой. На-ка, получи. Дайте-ка я, ребята, активирую себе щит на всякий случай. Пускай он у меня будет. Еще одна контратака. И этого охламона мы должны... Почему? А почему мы его, ребята, не добили? По идее, должны были мы ходить. Так, отлично, минус. Дайте я пробирочку выпью. Мне нужны откаты. Все. Так, что у нас там? Вторая волна, да, ребята? Упс. Слушай, ну враг силен. Враг силен. Мы его так легко, наверное, не сможем победить. А давайте еще две стрелы запустим. Ах ты, ну-ка. Минус один. Получил свое. Так, не тут-то было, родной мой. На-ка, выкуси. Не успел, ребят, среагировать. Так, стрелу давай-ка запустим в него. И последний у нас тут кто-то будет. Воу, какой-то король пеньков, ребята. На стрелу обратно. Нет, парень. Так дело не пойдет. Оглушили. Воу, у меня откатов нет, ребята. Господи, давай так сделаем. Сделаем так, ребята, с вами. Контр-атака пошла. Нормуль. Увернулись. Хорошо. Так, ну что, давайте, наверное, пенек с вами забомбим. Вау. Контр-атака пошла. Теперь фаербол и удар. На! Помоечный гриб. Контр-атака. Ну что, ребят, неплохо. Совсем неплохо. Давайте еще три стрелы в довесочек впустим. И, да, мы с вами ушатали этого охламона. Ребята, вот что я могу сказать. Кстати, у меня же прокачано все до золота, да? Защита, по крайней мере, и нападение. А я могу сходить к себе сюда в деревню и зайти к кузнецу. Так, ребята, ну-ка, давай-ка посмотрим. Даст ли он мне... Да, он мне дает. Вау. Багряный. Все виды оружия. Ну-ка, давайте-ка мы с вами... Блин, по красоте. Смотрите, ребята. Ого. Так, ну давай, багряный ужас мы с вами возьмем. Также у нас... А, погоди-ка. Багряный ужас. Нам нужно, наверное, еще, ребята, вот это вот. Ай, не хватает нам немножко денег. Ну-ка, давай посмотрим. Может быть, скормим вот этому пареньку все наши клевера. И он нам подкинет маленько денег. Давай сюда деньги. Все, ребята, мы как раз сейчас и купим с вами. Так, что у нас здесь? Умение. Да, надо умение нам прокачать с вами. Вот, ребята, кстати, у меня пассивная резвый шанс совершить внезапную атаку до своего хода. 12%, как видите, да? И вот я думаю, что надо вот это вот. Получает... Уменьшает получаемый урон. Давайте, наверное, так сделаем. Отлично. Так, что у нас там по характеристикам все хорошо? Давайте, наверное, мы с вами... Все-таки, наверное, ловкость я буду прокачивать. Мне кажется, ловкость здесь тоже очень сильно нам пригодится. 51 золотую монету мы с вами забираем. И идем опять же к кузнецу. Опять к кузнецу. И будем вот здесь вот, ребята, с вами приобретать. Так, лук. Вау. И метательное оружие. Ну что же, нам надо... Погоди-ка, а что нужно для того, чтобы, ребята, нам дальше прокачаться? Давайте посмотрим. Ага, 10 платиновых монет. И тут 9 платиновых монет. Ясненько все. Давай вот так вот мы лук с вами поставим. И багряный предатель. Ху-ху. Ну, дубинушка у меня прикольная, на самом деле, да, ребят? Дубина, будь здоров. Так, это посох. Слушай, а интересно, дальше-то будет... Да, по идее, должно быть. Видите, ребят, если у нас есть новый, вот, видите, да? Долб... А, колдух. Значит, должно быть. Должно у нас там дальше переходить. Ну что? Получается 136 монет. Давайте зайдем на рынок, докупим все эти баночки-скляночки, которые у нас отсутствуют. И продолжим с вами нашу эпопею. Так, и это у нас багряная свора. Вот так вот даже. Ёлки-палки, вот это дубина, ребята, у меня. Стой! Я ищу одноглазого солдата багряных. А мне-то что до этого? Что с этой дрянью? Она глухая или как? Убрать ее отсюда! Ничего себе ты, парень! На-ка тебе для начала. Ты посмотри, что делает. Ладно, давай мы, ребята, с вами вот так вот сделаем. Защита нам не помешает. Чего? Он снял заклинание с меня! Эй! Да хорош так ходить-то часто! Одного накрыли! Да чтоб тебя! Ребята, я выпил пробирочку. На всякий случай. Давай-ка мы его расстреляем, наверное. Не вышло или вышло? Получилось. Так, найден новый враг. Так, опять багряный, ребята, какой-то послушник. Давай его, в конце концов, здесь будем раскумаривать. Слушай, ну он крепкий. Вау! Накрыли. Так, час от часу, ребят, не легче. Контратака пошла. И добивочный. Солидно. Дай-ка я вот эту, ребята, багряный бугай тут у нас. Да ну, какой-то бугай, ребята. Сопряжуй какой-то, если честно. Но шлем мне нравится. А почему я себе такой не надел? У меня нет доспехов, да, таких? Давай-ка, ребята, мы его так, наверное, с вами сделаем. Так, что это? Это... А, чего он сделал-то? Повысил меня? Или это я сам себя повысил? Ну-ка, давай-ка, ребята. Фаерболл отбили. Да, вроде бы как. Так, дай-ка я защиту поставлю себе. За защиту ставь, говорю. На тебе, лобешник. Ищет он одноглазого Джо, ё-моё. Ха-ха-ха. Вот они. Вот, ребята, теперь у меня багряный... Это щит и ноги. Блин, щит, а почему шлема нету? Мне нужен шлем, ё-порсоте. Ладно, ребята, давайте хотя бы оденем то, что нам подкинули. Так, ботиночки. Так, у нас ещё даже на плече нету, ребята. На плече нету хороших. Ладно, не беда. Я думаю, что с вами мы скоро это всё дело приобретём. А так, по характеристикам 0 очков, понятно всё дело. И у нас с вами следующий уровень. Зелёные батраки. Погоди, зелёные батраки. Дай-ка я вначале на рынок схожу и докуплю всё, что мы с вами потратили. А вот теперь пойдём на зелёных чувачков. Так. Ну, где эти улухи? Ё-моё, это, ребята, у нас гоблины, оказывается. Промахнулся, да? Контратака пошла. Отлично. И ещё контратака. Вот так вот. Будут знать своё место. Опа. Честно говоря, я думал, что мы их сможем подбить. Причём сразу. Чё-то я растерялся. Началось у меня тут мешанина, путаница какая-то. Минус один. Контратака. На. Добил. Если... Ага, выжил. Точнее, мы его подбили. Я думал, фаерболом надо будет его докумарить. Но нет, обошлось и так. Ага, отлично. Погнали. Контратака. Ещё контратака. И, ребята, ставим себе защиту. Она нам пригодится. Опа, у меня нет откатов. Срочно, срочно возвращаем. Да ты будешь пить-то. Вот, набухался. Минусанули. Так, теперь этого давай добьём. Орк Батрак. Да, значит, вот так вот. Орк Батрак. Давайте ещё повысим себе, ребята, атаку. Атака у нас повышена. И теперь давайте его бомбить. Воу. Минус. Так, ну этих врагов-то ещё много, ребят. Контратака поехала. На. И этому тоже пропишем. Сладких люлей. Давай, 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 давай. Всё-таки ловкость, ребята, нужно прокачивать. Вы видите, как он стал у меня офигительно просто себе вести. Так, дай-ка я ему ещё. Хотел сказать, дай-ка. Воу. А вот этот парень, ребята, мне не нравится. Я не знаю. Давайте оглушим, наверное, его сейчас. Контратака. На. Хотя можно его и так, наверное, добить. Так. Фаерболл дай-ка я ему сделаю. И отравим. Ну. Вот, ребятушки. На 103 тысячи был сейчас только что урон по нему. Это классно. Так. Деньги получили. Ну что, давайте продолжать и смотреть, что у нас там дальше ожидает. Ага. Два уровня открылось, ребят. Смотрите-ка. Берсерки и делегация колдухов. Колдухов. Делегация. Дай-ка я зайду в деревню. Докуплю, наверное, пробирочки. Пробирки мы с вами взяли, да? Так. У кузнеца. А, мы же с вами можем, ребята, наёмника же взять. Давай. Здрасте. Ух ты. Вы эту экипировку сами подобрали? Всё нормально. Я буду присматривать за врагами. Присматриваю. А Джина мы с вами оставим на... Может быть, даже на босса. Кстати, мы с вами, знаете, чего не делали-то? Ни разу ещё не захватывали юнитов себе. То есть, вот этих вот животных. У нас же флейта есть. Но мы с вами не пробовали её. Так, ладно. Давайте, наверное, начнём с делегацию колдухов. Что это за делегации? Что это за олухи такие? Я боюсь, что риц у меня здесь уже, ребята... Опа! А! Вы тоже пришли из-за этого невероятного светящего дерева? Хм, будет вам призна... Ммм, будем вам признательны, если вы не будете вставать у нас на пути. Колдун-пирократ. Понятно? Понятно. Пирократ, да, значит? Хорошо. А, он не по мне. Зря, зря, ребята. Истратил только... У ворот. Ну. Так. Отравили. И добили. Новый враг найден. Так, тут ещё больше магов. Тут уже две штуки. Давай, ребята, наверное, вот так вот оглушим одного, да? Чтобы он там мозги не компасировал. И уже, наверное, будем добивать. Солидно. Вау, бедный риц. Но у неё здоровье-то нехило, ребят. Посмотрите, сколько. У неё 116 уровень. Серьёзно, что ли? Видимо, я качаюсь, и она качается, да? Вместе со мной. Так, опять эти олухи. Давайте вот так вот, наверное. Ну, они маги, ребята. Я думаю, что магический урон по ним будет минимальный. Ну, в принципе, так оно и выходит. Ладно, разберём его и так. Дай-ка я, наверное, пару стрел запущу у этого олуха. Раз. Два. И... Риц добила. Умница. Красота ты моя ненаглядная. Так, что он тут делает? Да, ёлки-палки, зачем я уворачиваюсь? Дай-ка я поставлю на себя щит, на всякий случай. Мало ли там чего, ребят, пойдёт не так. Контратака. На. Слушай, ну риц-то как, а? Как она крута, ребят. И у нас три олуха. А, три олуха. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так вот. И одного из них... Оу. Минус один. Увернулись. Так, колдун-пирократ. Минус колдун. Таких больше здесь нету, ребят. А почему контратака, главное, отбили, а совершить её не совершили? Вот для меня это непонятно было. Тем не менее, как вы видите, мы их надубасили. И что-то, что... Ох ты, ребят, смотрите-ка. Новая экипировка. Колдун. Руки и шлем. Конечно, будем сейчас смотреть. Если эта экипировка будет лучше, то, конечно же, мы её сразу же и оденем. Так, видите, да, ребята? Естественно, броня лучше. Смотрите, на 2,7% одеваем. А здесь на 1,3%. Одеваем. Хм. Ну, неплохо. Что я могу тебе ещё сказать по этому поводу? Очень даже... Подожди, зачем я это одел-то? Вот так оденем. У меня всего лишь 57 уровень. А у неё 100 какой-то. Так, что у нас там? Мы с вами потратили что-нибудь или нет? Ничего не потратили. Кольцо рыцаря. Давайте посмотрим, что это такое. С этим кольцом вы будете чаще блокировать. Оу. По неясной причине. Тогда я его приобретаю. Ага, плюс 1 заряд блока. Вот это классно. Слушайте, ребята, вот это классно. Так, смотрим. Здесь у нас воспользуется особая атака. Где это колечко-то у нас? А, вот он, кольцо рыцаря. 25%, а тут плюс 1 заряд блока. Ммм. 25% к урону контратаки. 1 заряд блока. Ладно, хорошо, ребята. Я, наверное, оставлю всё-таки вот это кольцо себе. Пускай оно у меня будет. Мне кажется, что блок всё-таки лучший. Что у нас здесь? У нас ещё есть... А, смотрите-ка, у нас очень много клевера. Давайте-ка мы его скормим. Редиска? Какая тут ещё, ребят? Редиска стала выпадать. С чего вдруг? Угу. 702 очка. Так, давай, ребята, может быть, халдуство нам раскачать, а? Как думаешь? Хотя, на самом деле, мне хочется уклонения. Поэтому я, наверное, всё-таки не буду изменять своим принципам. Будем, ребят, качать уклонения. До голды прокачаем, а дальше уже будет видно. И голду нам просто кидают, ребят. На, типа, жуй деньги. А я говорю, не хочу, а жуй. Значит, мы можем здесь с вами немножечко улучшить нашу тренировочную. Так, 790. Давай. Оп. Что у нас улучшится? Мы просто с вами шаманим домик, и всё. И в следующий уже надо будет две монетки. Причём платиновые. Платиновые монетки, ребята, попробую ещё их накопить. Так, Ритс, по-моему, ещё пока со мной. И у нас, ребята, берсерки и дезертир. Пойдём-ка мы, наверное, с вами сходим на берсерков. Ну, где? Вау, действительно, ребята, выглядят как берсерки. Даже раскраска такая боевая у них. Ну, что ты там делаешь? Так, ребята, он усилился, да? Я так понимаю. Это усиление он себе сделал на атаку. Я больше чем уверен. Так, ну, мы его разбомбили. Орк Батрак. Мне сразу вспоминается это, ребята, игруха. Как она называется-то? Орк Батрак. Варкрафт. Да, там тоже были орк Батраки, которые как раз делали нам деревню. Иди ты отсюда, пришивай. Своей дубинкой какой-то вонючей тут машет мне. Так, ребята, третья волна. Тут всего их четыре будет волны. Так, сделаем. Давай-ка, наверное, пару стрел выпустим в него. Точнее, даже все стрелы выпустим. Ага. И теперь... Я думал, сейчас будем атаковать. Нет. Вот сейчас будем. На! Опа. Да? Разогнался. Захотел. Думал, сейчас меня накумарит. Нет, ребята, у меня... Опупенный щит магический, который меня защищает. На, в лоб. Так, ну-ка. Орк Батрак. Так, он на Ритц переключается. Но у Ритц... Это можно позволить, потому что у него очень много здоровья. Так, а сейчас... Ага. Главный... По пробиркам, елки-палки, появился здесь. Ага, эти укрепляются. Давай-ка мы, наверное, стрелу еще запустим с вами. Вот так. И будем массово бомбить. Слушай, знаешь, что я тебе скажу? Этот парень-то не промах. Он здоровый. У него хп. Лям было здоровье. Ты понял? У него было лям здоровья. Слушай, вот так вот. Маленечко его потравим еще. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы у меня сделался какой-нибудь суперудар. Такой, знаете, внезапный. Блин, 616 здоровья. 460 тысяч у него стало. Но все равно это много. Ой, Риц. Бедная моя Риц. Я боюсь, сейчас тебя, наверное, закумарят, скорее всего. Господи, я тут буду один драться. Да ладно, ты еще себе усиление тут делаешь. Я уже по привычке, ребят, реагирую. Давай вот так вот мы сейчас сделаем массовую атаку. И я думаю, что это будет окончательная атака. Угу. Губишки раскатил. Давай, ребята, массовой атакой. Вот. Тыч. Двоих накумарил. Ой. Ребята, Риц. Риц у меня погибла. Ну. А бомбить-то ты не будешь, да, я так понимаю? Не хочешь. Ладно, хорошо, ребят. Контратака. Иди отсюда, пляшивый. Так, ну что, добиваем этого берсерка. Да, ребята. И мы проходим с вами этот уровень. Дайте мне шмоток каких-то нормальных. Чего вы мне все деньги да клеверы тут подкидываете, а? Вам что, жалко, что ли, кинуть мне нормальную шмотку? Дело сделано. Еще увидимся, радость моя. О, я уже радость твоя стал. Подмигивает даже меня. Ребят, ну это уже какие-то... Какие-то отношения у нас тут, знаете, появляются. Так, что ты мне хочешь сказать? Хм, я сегодня видел Фопфа, он довольно напуган. Недавно, что он имел в виду, когда в Пакл полная тьма, но это совсем не весело. Я и все объяснение о своих книгах, но ничего не могу найти. Ну, удайте вам с орками, они не любят, когда их беспокоят. Ха-ха. А кто любит, елки-палки? Кто любит, я тебя спрашиваю, дедуль? Ой, орки. На орков нам, честно говоря, плевать. По большому счету, в таверне. Кстати, мы можем с вами взять, например, Джина к себе в отряд. Давай, возьмем. Нанять меня? Вы серьезно? А что ты думал, Джин? А, ладно. Ты же проиграл мне тогда, так что ты мне обязан. Тем более, у него, ребята, такой же костюмчик, как и у меня. Только у него полный сет, а у меня разносолочка, так назовем его. Ну, что у нас тут такого интересного открывается? Подмога зеленокожих, а здесь у нас дезертир. Давайте, ребята, наверное, сходим на дезертира. Кто там такой? Кто у нас там подался в бега? Это кто такой? Ой, красавец. На, в лоб тебе. Бум. Ой, а они, ребята, не такие уж и сосунки. Вот что я могу сказать вам. Ладно, сейчас раскумарим, надеюсь. Тут четыре волны будет у нас. Так, траванули, бросили, бомбанули. Нормуль. Так, Джин, а ты у нас же, по идее, маг. Ты должен бомбить магически. Ну, он, в принципе, этим и занимается. Но у него 129 уровень. Ну, по сравнению с Риц, он как-то, ну, ни о чем. Да? Вы, наверное, сами согласитесь. Просто ни о чем у него атаки. Даже я на своем 59 уровне, по-моему, зажигаю лучше, чем он. Сейчас отдуплится у меня Джин. Вот что я хочу сказать. Он у меня еще и отравлен, всем при этом. Иди отсюда, мелкий противный Букашкин. Так, Ханорика мы забомбили. Оу, ребята, гриб дикий вышел. Ты посмотри-ка. Вышел дикий гриб. Он, ребята, что он делает? Сам себя хиляет? Он 128 уровня. Ага. Думает, я не видел, да, что он там собирается подшаманить. Вау. Круто мы его бомбанули. Но он, ребята, хиляется потихонечку. Но ему это, конечно, не поможет. Найден новый враг. Так, поехали. Начнем, наверное, да, разбирать грибы. Я вот так вот все, ребята, активирую здесь. Все, что можно. Джин, ты, главное, до конца продержись со мной, а? Будь другом. Не падай. Не падай духом и вообще не падай. Так, сейчас, ребята, мы с этим грибом разберемся. Надеюсь. Так, пуляет. И все на Джина, ребята, переключаются, а? Все на Джина. Джин отравлен, ребята. Сейчас он отдуплится. Еще буквально один ход, один удар, и он упадет. Наверное, его все-таки отравление подобьет. Мне почему-то так кажется. Да, Джин, ты, конечно... Конечно, ты сплоховал. И теперь мне одному, ребят, придется тут отдуваться за все. Так, надо, нам надо, наверное, выпить, ребят, пробирочку с вами. Кстати, я на рынок-то не сходил. Может быть, там редиска, она лучше, чем вот эти вот баночки? Фиг его знает. Да хорош ты уже, атаковать-то меня со всех сторон. Так, ребят, я откатик один купил, контратака пошла. Гриб. А гриб сам себя хиляет или его хиляет? Я что-то как-то не посмотрел. Так, щит. А, щит у меня в откате еще, ребята. Так, фаербол. Может быть, гриб боится огня? Фиг его знает. Ну-ка. Ну, 27 тысяч урон. Так. Увернулись. Давай два выстрела еще сделаем ему в пяточину. Ну, нормуль. Хорошо, сгодится. Пока он тут хиляется, ребята, мы с вами будем делать откаты. Щит. Активируем, конечно же, ребят, с вами щит. Свой. И надо выпить пробирку, потому что... Ну, сами видите. Здоровится маловато. Так, все. Грибок рассыпался. А вот и вы. Хитрый негодник, говорит Кат. Идите за мной на самое дно этой жуткой дыры. Хотите отведать крови настоящих багряных, а? Идите и возьмите ее. Это вызов, я так понимаю, да? Ну, если это... Сколько там здоровьица? За два ляма? Я понял, ребят. За два ляма здоровья. Давайте тогда по-всякому здесь будем себя усиливать, как только можно вообще. Так, я силу себе повысил, это повысил. Ну, на 310 тысяч мы сейчас звезданули, ребята. Это, честно говоря, слабовато пока. Давай еще попробуем активировать. Успел я, да? Увернулся я все-таки. На тебе! Да? Получил? Фух, увернулись, ребята. Этот, кстати, удар, который она сейчас хотела прописать, он, ребята, не блокируется. Эй! Да ну! Хорош! Ребята, е-мое, я попутал кнопку, я не туда нажал. Вот серьезно вам скажу, я нажал не туда, я... Ай, господи. Ладно, попробуем разобрать. А, у меня же хилок нету. Подожди, так не пойдет, ребят. Так не пойдет. Фух, напряженный был момент. Хорошо, в этот раз я вас не ранил? Ну, не думаю, что вам еще понадобится моя помощь. Так что... Прощайте. Ой, ребята, господи. Я же хотел с ним, чтобы он у меня был. А получилось так, что у меня его не будет. Я буду один драться. Но есть, знаете, какая возможность у меня? Дождаться риц. Сколько там дней нужно подождать в таверне, чтобы она... Семь дней, да? Семь дней. Окей, что мы можем с вами сделать за этот момент? Построить, например, дом себе. Дальше, да? Ну-ка. Вот, видите, я... Выстраиваю себе спокойненько домик. Я, честно говоря, не знаю, что он делает. Вот этот вот дом. Ну, мы его построим. И что дальше? Это просто как наше жилище. Если бы он что-то нам давал, вот это было бы неплохо. Ладно, ребят, давайте я тогда попробую все-таки не на дезертиров пойти. А пойдем вот сюда, на подмога зеленокожих. Попробуем сейчас здесь подраться. Может быть, я один и затащу. Так, тут сколько? Пять волн. Ну, и мы видим, ребят, с вами гоблина, да? Стража. Не тут-то было родной. На-ка. Минус один. Так, тут у нас боец теперь гоблинов. Вот это мы, ребята, бомбим. Вообще по-жесткому. Так, минусанули мы его. Теперь проныра гоблинов появился. Вау, классно. Опа, я не успел немножко вернуться. Ладно, я надеюсь, это... Да чтоб тебя-то, какой-то шустрый ты. Не успевай, ребята, просто среагировать. Он меня обманывает. Давай вот так вот сделаем, ребята. Все, активируем с вами. Отойди. Так, ну что, мага-гоблина сейчас попробуем, наверное, ушатать. Так, щит. Так, он сделал захил себе. Он сделал себе захил. Поможет это ему, ребята, или нет? Давай-ка вот так вот пару стрел выпустим. В мордельню ему. Ну. Добьем. Да, мы его ушатали, ребята. Слишком рано я нажимаю на блок. Поэтому у меня контратака и не срабатывает, ребята. Давай-ка я еще стрелую ему. Да, так же, в принципе, как и уклонение. Слишком, слишком спешим. Накумарили. Так, ну что, главный по тарелочкам тут, я смотрю, у нас заявился. Так, нормуль. Надо, наверное, вот на этого, ребята, ставить. Уклонились. Ах ты, опять этот проныра, ребят. Все, оглушили мы пока. Да чтоб тебя! Нам нужно, ребята, наверное, еще... На всякий случай... Я не могу уклониться и все, хоть ты тресни, а? Что за пройдоха такой? Ну, давай. Выпили. Бомбим. А удар? Удар с твоей стороны-то будет? Будет. Отлично. Промахнулся. Вот, наконец-то. Наконец-то я его подловил. Так, этот очнулся, ребята, у нас. Хиляет на 113 тысяч. Странно, почему он не стал хилять именно себя. Во! Минус король гоблинов. Так. Нет, все-таки он довольно шустро и быстро бомбит. Я не успеваю, ребят, среагировать. Дай я его так вот сделаю. Все. Вот этот холорик меня может забомбить в одно лицо, ребят. Я не могу. Не могу сделать ни уклонения, ничего. Вот. Сработало. Повержим. Вражина. Корона слетела, и мы получаем с вами... Так. Смотрите, ребят, какое-то нам выпало там колечко. Кольцо души. 20% к урону от долхуства. Как там долдуз? Язык сломаешь, короче. От колдовства. Давайте скажем проще. От колдовства. Вот оно, кольцо. Мы же с вами не особо, да, там магией-то, в принципе, пользуемся. Поэтому, я думаю, наверное, не будем мы его ставить. Трудно. Дезертир. А эти мои там откатились или нет? Или еще спят? Сколько? Еще шесть дней. То есть, один бой, это как, получается, как день. Так, что ли, выходит? Блин, и куда мне тогда отправляться? Туда я не смогу, потому что меня там завалят. Так, ну, во-первых, нам нужно зайти на рынок. На рынок нам нужно для того, чтобы купить вот эти вот банки-склянки. Так, кольцо черепахи давайте возьмем. Минус 15% к восстановлению блока. То есть, ну, быстрее все происходит, да? Ладно, тут какой-то полет летучей мыши. Ага, это, наверное, скорее всего, можно будет этого питомца. Слушай, а мы же можем с вами сходить, например, куда-нибудь и взять себе какого-нибудь питомца. Но мне кажется, питомец по сравнению с наемником, это вообще ни о чем. Так, смотрите, ребята, уровень получили. И можно себе... Ага, увеличивает коэффициент урона от суперкритического удара. Добавляет шанс отразить снаряд при контакте из блока. Уменьшает... Вот это вот надо нам. Вот это вот все-таки надо нам. Как ни крути. Так, здесь у нас все отлично. Очки 360. Давай. Как я и говорил, ребята, все в у ворот у нас идет. Кольцо черепахи это восстановление блока. К урону от контратаки. Может быть, плюс один заряд блока. Не знаю, ребята. Контратака тоже, в принципе, хорошо. Согласитесь. Бомбить. Так. Орочий отряд. Склочные колдухи. И дезертир. Склочные колдухи. Давай орочий отряд попробуем, ребят. Посмотрим, кто здесь у нас. Угу. Орг воин. 500 тысяч хп у него. Мы с вами отнимаем 100 тысяч за удар. Ну что же, ладно. О, этот удар, ребята, не блокируется. Все, я понял. Я теперь понял, что с этим парнем слишком долго замахивается. А у меня слишком быстро парень реагирует. Ладно. Что? Забомбили. С горем пополам. Так, еще два у нас отродья. Так, 39 тысяч, 26 тысяч урона и 26 тысяч урона. Контратака пошла. Так, этот теперь у нас тут ханорик попал все-таки по мне, да? Ну. Минус. Смачно. А почему? А, да нет, у меня есть уклонение. А почему не сработало? Странно. Сейчас сработало, а в прошлый раз почему-то нет. Поехали. Наконтрим его. Я, ребят, пробирочку выпью, чтобы от Катика у меня быстренько сделались. Выпил? Молодец. Продолжаем с тобой. Давай еще пару стрел в него выпустим. 133 уровень у них, ребята. По сравнению с моим-то 60-ым. Обалдеть, я отстаю, да, получается? Эх! Вспомнил я, что этот удар не блокируется. Что нам сделать? Давай застанем. Давай застанем, наверное, его. Пускай он немножко тут подумает над своим поведением. В принципе, мы не такой уж сильный урон получаем. Блин, точно же. Нельзя же блокировать. Господи, что же я все время... Этот можно. А тут удар нельзя, ребята. Так, я успел вернуться. Но. Так, что нам? Выпить пробирку, наверное, на всякий случай. Оу, орк, ребята, воин. Давай все, что есть у нас, все будем активировать, ребят. Так, он что-то делает. Ага. Давай-ка мы себе, наверное, вот так вот сделаем. И в блок, ребята, будем вставать с вами. Нет, лучше в уклонение. Твою ж дивизию, нифига ты звезданул! Контр-атака. У меня, ребята, единственная проблема, это мало здоровья. Фу, успел. Супер толчок. На! Ну, на самом деле, было очень рискованно. Я мог попасть под удар, и все, и мне было бы кранты. Если честно. Я думаю, что вы это заметили. Так, давай тогда мы что? У нас тут все подкрывалось. И сходим с вами на рынок. Потому что, ну, я все потратил. Опять же, опять же, без ду... Что? Ну, смотри, как все стало уже дорого. О, ребята, дубовый жезл. О, кольцо львицы. А кольцо львицы что делает? Думаю, его можно использовать, чтобы чаще уклоняться. Так, я лучше все-таки, наверное, куплю удочку. Средняя дальность, прочность. Хорошая, да? И где же мой герой? Давай мы с тобой, наверное... Так, подожди. Удочка, удочка. Вот она. То есть, в данный момент она автоматически ставится, да? Да, я думаю, что так оно и есть. А что за суперконфета? Погоди-ка, я не понял. У меня есть суперконфета и есть клевер. Клевер я могу вот здесь утратить. Так ведь? Странно, я ему дал клевер, он мне опять выдал клевер. Хорошо. Ну, ладно, предположим. А куда вы мне скажете тогда применить... А, редиска. Может быть, это для питомцев, для наших, если они у нас будут. То есть, мы как бы кормим редиской, и он у нас становится круче. Как вариант же может быть такой? Может, ребята. Пять дней у нас еще остается для найма. И давайте, наверное, мы сегодня сделаем последний какой-нибудь бой с вами очередной. И это будет, наверное, склочные колдухи. Я так понимаю, это будут у нас маги здесь. Ну, да, я был прав. Колдух Аэроукрат. Именно это я и хочу сказать. Пин-пин. Это гигантское дерево создано не магией орков. Орки ненавидят свет. Они бы такого не сделали. Говорю вам, от него прямо несет колдухством. Тихо. Эй, вы! Вы думаете, что можете вот так за людьми шпионить? Я, честно говоря, ничего не думаю. Я просто сейчас раскумарю и все. Думаю я еще что-то тут. Слишком много себе возомнил. Угу. Так, отлично, ребята. Опа, не успел я вернуться, к сожалению. И тут тоже. Продинамил вспышечку. Нельзя блокировать. Можно только лишь вот так уворачиваться. Хорошо, я вас понял. Давай стрелой ему. Так, а тут-то что? Почему у меня, ребята, не... Так. Минус, да? Нельзя же блокировать его просто. Хорошо, что мы с вами в щите. И урон получаем минимальный. Так. Уклонились. А вот этот, интересно, можно же просто, наверное, заблокировать, который обычный у него прямой? Я думаю, что можно, ребят. Нет уклонения. Не было уклонения, ребят. Оу. Здоровья-то мало, надо... Колдун Алгократ. Давай стрел. Две штуки в него. Пиндюрим. Блин, ну-ка. Ох ты! Ты понял? Что он может делать? Он, ребята... Двойная атака у него? У него тоже, оказывается, есть щит. Что это он там в меня запустил такое великолепное? Опять щит поставил, да? Ну, если вражины уже, ребята, идут с щитами здесь, с магическими, я имею в виду, то это дело плохо. Так, давай мы вот так вот сделаем, наверное. Увернулись. Так, этот еще и... под щит себе загнал. Давай вот так вот сделаем. Отлично. Минус. Снять заклинание? Так, мы его глушили, ребят. Сейчас нам надо его просто расколбасить и все. Да ладно тебе, успокойся, парень. Так, ну что, здоровье у нас максимально. Это максимально. И последний, да? Последний тут, ребята, у нас полухи. Не могу уклониться. Почему? Так, это щит сайт. Ладно. Фикс не. Пускай он будет под щитом. Все равно потихонечку, потихонечку мы его, ребята, рано или поздно пробьем. Что-то он мне снял опять заклинание какое-то. Да, силен парень. Парень, ребята, силен. Давай откат сделаем быстренько. Тоже щит поставил. Так, и давай тогда тоже атаку себе повысим на 5 ходов. Ага. А почему? Я же уклонился. А как я могу сделать... Извините меня, две... Две атаки на уклонение. Две атаки. Два движения на уклонение. Он меня бьет, я уклонился, да? Он меня опять бьет. Значит, просто блокировать надо было. Опа, опа. Ребят, по-моему, мы с вами собрали сет. Если я не ошибаюсь. Давайте-ка посмотрим. Броня. И смотрим. Одели. Одели. Нет, ребята. Сета нет, потому что не хватает плечей. Плечей пока нету. Ну и, соответственно, оружия у нас тоже нет. Кстати, сколько у нас монет? Я могу зайти в магазин к кузнецу и сказать ему, парень, я нашел тебе деньги, дай мне, пожалуйста. Да? Вау. Колдух. Вот теперь. Нет, опять нет у нас, ребята, сета, потому что тут только лишь оружие. Тогда сюда. Где вот? Ядрить тебя на корень. Вот это тесачок. Ребята, нам нужно еще девять платиновых монет, чтобы мы с вами открыли новый лук и метательное оружие. А, приветствую, Рэй. Уже видели, да, заклинание ведьмы? Хоббс мне рассказал о Венде. Надеюсь, ведьма ей ничего не сделает. То она ведет себя хорошо, то забирает Венди у Хоббса. Не понимаю. И сосредотачиваюсь на своей работе. А на ее башню не смотрю. Да и не смотри, я тебя не заставляю, если честно. Так, Грибок, на, получи клевер свой. Честно заработанный. Так, ребята, нам чуть-чуть буквально не хватает. Мы можем, кстати, в кассу вложить деньги. 55% дохода мы будем с вами получать. То есть, 514 золотых в день получается. Это круто. А что у нас тут подсвечивается? Я вроде бы все приобрел, все купил. Больше ничего здесь сделать не могу. Так, и мои ребята в таверне до сих пор еще отдыхают. Будут целых 4 дня спать. У меня 7 платинных монет. Давай посмотрим, что у нас по обучению. Можем мы улучшить? Можем, ребята. Опа. Повесили фонарик на вход себе. Это отлично. Дверей нет, но нормуль. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Что у нас тут в доме? Показывают монетку. То есть, я могу что-то... Да, я могу себе что-то построить. Вот. Надеюсь... О, вот так вот будет отлично. 7 монет нужно будет уже на следующую постройку. Да. Дорогое у меня, конечно, жилье получается. И у нас, ребята, тут грибные друзья. Дезертир, который мы так и не прошли. Ну, я возьму рицу и обязательно пройдем. И выжившие. Хотя, может быть, и мы уже могли бы пройти, ребята, при такой-то броне. Опять я нажал, да? Нечаянно. Опять я нечаянно нажал, ребята. Хотел просто пошариться по карте, но, как вы понимаете, чисто случайно нажал на миссию, и она активировалась, е-мое. Ладно, не беда. Смотрите, что происходит. Просто с удара. Чистая развлекаловка. По-другому не назовешь. Бумс. Готов. Ну, что ты там? Ну, что ты там пыхтишь-то? Ну, хорош ты. Бумс. Кобальт. Плевальщик. Кобальт. Плевальщик, ребята, это был. С них даже денег-то, честно говоря, не заработаешь. Какие-то там серебряные монетки мне подкидывают. Ничего, естественно, не будет ни ящиков, ничего. Ладно, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии. И продолжим играть в эту замечательную игру. Так что, до скорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова